Привет, друзья! Каждый раз, когда я делаю очередной урок по Бернина, у меня рука тянется перейти в режим холст для рисования и показать что-то очень полезное, выполняемое в этой упрощенной версии Corel. Но потом я понимаю, что все это доступно в основном редакторе, и поскольку не люблю делать лишнее телодвижение, возвращаюсь в холст для вышивания. Но сегодня мне понадобилось вот такое отображение буквы, и я поняла, что момент настал в редакторе Corel. Создание такого объекта займет меньше времени, даже с условием приключения туда и обратно. Смею предположить, что вы уже перешли в холст для рисования, поэтому переходим к следующему шагу. На панели инструментов выбираем инструмент векторной надписи, и на рабочем поле формируем букву произвольного размера. Написание текста ничем не отличается от работы этого же инструмента в вышивальном модуле, поэтому, думаю, пояснять здесь ничего не нужно. Чтобы получить нужную фигуру в модуле вышивания, необходимо превратить букву в обычный контурный объект. Поэтому, не снимая выделение с буквы, заходим в меню «Объект», преобразовать в кривую. Теперь можно смело полученный результат конвертировать в вышивальный объект. Всю остальную работу мы проделаем в модуле «Холст» для вышивания. Для начала определите размер будущей буквы и задайте его значение на панели трансформирования. Помните, что если замок закрыт, достаточно поменять одно из значений и нажать «Enter». Второе будет изменено пропорционально. Не снимая выделение с объекта, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-D «Создать дубликат». И определите цвет первого и второго объектов. Соответственно, первый темнее, второй – желтый. На панели инструментов нажмите «Удалить неиспользуемые цвета». Теперь мы видим только те цвета, которые у нас принимают участие в работе. Лишние нам не нужны. Прежде чем мы пойдем дальше, зайдите в настройки и убедитесь, что во вкладке «Общие» у вас отключена функция «Применить ближайшие соединения». Привыкайте самостоятельно устанавливать начало и конец вышивания объектов. И раз уж мы сюда зашли, перейдите во вкладку «Удалить наложение» и укажите, что при использовании функции «Удалить наложение» обрезать надо так, чтобы оставалось наложение в один миллиметр. Это пригодится нам при формировании отверстий. На панели «Раскладка по цветам» выделите второй объект и с помощью стрелок на клавиатуре или, если вам удобно, с помощью мышки сместите верхний объект относительно нижнего на произвольное расстояние. Не снимая выделение с верхнего объекта, активируйте функцию «Удалить наложение». Отключите художественный вид и обратите внимание, что программа вырезала нижний объект, оставив перекрытие. Это предотвратит образование щелей между объектами, если произойдет смещение. На панели «Создать» выберите инструмент «Закрытый объект». Задайте ему заливку «Шаговое заполнение». Перенестите курсор мыши на рабочее поле и создайте три произвольные точки. А затем нажмите «Энтер». Вот так в программе формируется круг. Круг, созданный с помощью закрытого объекта, отличается от круга, сформированного инструментом «Эллипс». Это особенно ощущается при редактировании. Круг у нас имеет такой же окрас, как и первый объект. Расположите круг над объектом буквы. Теперь вам предстоит создать множество кругов, которые впоследствии образуют отверстия. Делается это просто. Выделите объект, прижмите правую клавишу мыши и, удерживая ее, перетяните курсор в сторону. Вот таким образом, перетягивая и меняя размер полученного круга, заполните кругами поверхность буквы «Д». На панели «Раскладка по цветам» выделите все объекты кругов, а на панели «Редактировать» активируйте функцию «Удалить наложение». На этом этапе я бы продумала порядок вышивания нижних объектов и выставила бы их в нужной последовательности. Делаю я это следующим образом. Для начала отключу отображение верхнего объекта и внимательно посмотрю на нижние, прикидывая, в каком порядке их лучше вышить, чтобы голова машины или каретка не носились по полю стороны в сторону. Визуально определив порядок, выделю объект, который будет первым, и нажму в комбинацию клавиш «Ctrl-X» вырезать, а затем «Ctrl-V» вставить. Теперь этот объект находится в последнем списке. Затем я также поступлю со вторым объектом. Теперь он стал последним. И с третьим. И с четвертым. И так пока не закончатся все объекты, которые мне нужно расположить в нужном порядке. Я буду их вырезать и вставлять. Вырезать и вставлять. А в конце все темные объекты будут расположены в нужном мне порядке. И останется их только переместить всей группы в порядке вышивания за желтый объект. Пришла пора редактирования. Проверьте форму нижних объектов в тени буквы и при необходимости внесите изменения. Отредактируйте все круги, придавая им форму месяца и попутно выставляя точки начала и конца вышивания. Ну и последние параметры. Здесь я вам не указ. И полагаю, что вы уже достаточно насмотрелись роликов, чтобы самостоятельно принять решение относительно применения нижнего слоя, плотности и так далее. Поэтому просто поделюсь своим мнением. Нижние объекты должны быть менее плотными, чем верхние. И у них не должно быть нижнего слоя. У верхнего объекта я выставила плотность 0,5 мм. У меня с моего вышивального детства не приязнь к плотным вышивкам. Но это у меня, а вы можете сделать буквы поплотнее. В качестве нижнего слоя для объекта буквы D я выставила шаговое заполнение. Этого вполне достаточно. Угол наклона для объектов буквы я задала 45, а для кругов 0 градусов. Но вы попробуйте поиграться. Всем хорошего дня и удачной вышивки!